срочно выполнив ваш заказ по созданию сайта моя специализация joomla и wordpress здравствуйте на связи федор васильев мы продолжаем с вами разбирать тему woodmart урок номер 9 в этом видео мы поговорим с вами дальше о поиске это будет уже расширенный поиск если мы да и поиск будем рассматривать другого вида чтобы показать вам дополнительные преимущества то есть не вот этот поиск давайте зайдем настройки вот этот поиск мы возьмем то есть полный экранный режим при этом популярные запросы я хочу вам показать очень интересная штука да позже сейчас чуть рассмотрим нам нужен сейчас именно вот этот поиск сохранимся обновимся да появляется иконка ее можно и сюда вернуть в принципе назад давайте поиск я верну сюда здесь он смотрится лучше и продолжим с вами разбираться у нас здесь есть видите показать популярные запросы и нам говорят что нам надо пройти в настройки чтобы более детально его настроить вот сейчас мы этим займемся то есть в прошлом видео мы поговорили об этом поиске теперь переходим в удморт настройки темы вот вкладка общая раскрыта и вот видите поиск нажимаем на поиск и здесь еще ряд опций касая касаемо поиска показать результаты из блога если хотите показать то выбираем и количество столбцов для результата на этом сайте я показать не смогу так как здесь пустой сайт блога нет но на демо сайте есть демо контент блога давайте я скопирую название каком из товара нажму поиск вобью сюда то есть видите как показываются сверху товары которые я ищу похожие по этому названию а вот результаты из блога скорее всего есть какие-то совпадения слов и то есть вот так это примерно будет показано то есть если вы ведете активно блог на интернет-магазине и хотите также через поиск подставлять статьи то вы можете это использовать дальше поиск по артиклу можно отключить но если вы хотите это использовать давайте посмотрим то есть в каждому товару вы можете добавлять артикул вот так вот он здесь показывается и соответственно человек если знает артикул допустим будет искать то есть через поиск через ajax тот товар действительно показывается дальше если вы хотите использовать более глубокий поиск по разным критериям прям очень глубокий поиск то нам предлагают использовать специальный плагин вот здесь то есть включая ползунок если по ссылке перейдем показывает нам бесплатную версию плагина я уже его смотрел он дает очень очень гибкий глубокий поиск по сайту давайте мы его тезисно коснемся в этом видео то есть настройки я здесь сохраняю этот плагин у меня скачан я перехожу плагины добавить новый далее нажимаю загрузить в репозиторию он тоже есть но я скачал на компьютер выбираю плагин на компьютере нажимаю открыть и установить далее нажимаю активировать плагин настройки будут находиться настройки вот он здесь его позиция переходим он в принципе на русском языке здесь как это работает вы уже должны наполнить товарами статьями когда вы сайт например делаете дальше обязательно нужно сделать индексацию чтобы поиск знал о всех элементах которые нужно выдавать через поисковую строку и вот прежде чем мы нажмем вот здесь вот создать индекс у нас по умолчанию пост page это где будет искаться до настройки индексирования это у нас типы записи внимательно смотрите галочка меня отмечено видите разные моменты по разным моментам cms блок даже в коммерц размер по размерам когда допустим если продаете одежду здесь можно указать размеры даже по размерам будет искать в удморт слайд будет какую-то информацию находить если эта информация есть в ключевых запросах вот март сайт бар парт по портфолио портфолио эта часть элемента в удморт который мы рассмотрим позже то есть по этим моментам и вот продукт чтобы искал это товары по продуктам продукт вариации вариант то есть это вариативные товары shop order по заказам и дальше таксономия можно также отметить галочками здесь я есть еще расширенные настройки нажимаем сохранить дальше на вкладке поиск но у меня только одна рубрика здесь можно галочками отметить допустим исключить рубрики также там где чтобы он не искал дальше можно исключить записи конкретные допустим политику конфиденциальности эти все страницы можно здесь исключить на вкладке отрывки здесь даже можно подсветить ключевые слова которые ищутся типа стронг жирные то есть буквы чтобы были или даже указать цвет чтобы цветом выделялся ключевые фразы в поиске и нахождение в контенте но у меня почему-то это не сработало не показывается ни жирным ни цветом возможно здесь что-то еще нужно настроить также можно на вкладке игнорируемые слова добавить игнорируемые слова текущие игнорируемые слова то есть очень крутой поиск на сайте у вас получается за счет вот этого даже бесплатной версии плагина у него есть еще и про версия у этого плагина чтобы вы знали здесь мы нажимаем впервые когда это все установили мы нажимаем создать индекс и нам нужно дождаться результата чем больше вас контента тем дольше этот процесс будет протекать у меня тут всего ничего контента поэтому процесс у меня уже закончен и так после установки настройки плагина не забудьте использовать вот здесь включить до переключатель а теперь еще одна интересная штука здесь можно слова ключевые фразы самые распространенные которые имеют место быть на вашем сайте в товарах или в блоге да прям заголовок либо какие-то отдельные ключевые слова здесь перечислить как это будет выглядеть сейчас мы с вами посмотрим вот так вот примерно это выглядит нажимаем здесь сохранить это будет работать только с поиском который у вас имеет вот такое отображение вот такой эффект появления то есть человек упрощает и вы сразу можете таким образом подсказать до чтобы человек просто нажал и сразу меня перебросило на iphone именно на этот iphone но если у вас будет много товаров допустим начинается заголовки одинаково дело в том что здесь у меня буквально несколько только товаров и поэтому по клику по ключевому фразе меня сразу откидывает в соответствующий товар но если мы посмотрим на сайте где у нас много товаров на демо сайте и здесь в поиске я допустим нажму куда-нибудь там где есть много совпадений то человек увидит как бы несколько результатов это тоже правильно потому что похожих товаров может быть много кстати работает выделение цветом вот здесь вот видите оранжевым на демо сайте подчеркивается это вот в этом плагине relevant который мы с вами установили он подсвечивает ключевые фразы там где он нашел то есть вот по этой фразе видите нашел раз товар два товара а ну вот они во всех во всех товаров здесь тоже есть если развернем поиск да действительно так оно и есть чтоб просто наглядно вам показать это очень крутая штука до которая показывает если товар есть один такой то он сразу товар перебросит если товаров несколько таких он покажет сразу список и получается у вас просто какой-то мега поисковик на сайте типа яндекса даже круче и еще напоследок крутая штука для поиска это у нас находится ниже здесь можно переключиться на текст просто вписать какой-то текст который тоже будет появляться вот здесь вот или же сразу подставить какие-то товары которые вы хотите вот прям через поиск своего сайта продвигать дополнительно чтобы люди сразу о нем видели а это можно сделать html блоком вы помните мы с вами уже касались html блока и мы можем прямо отсюда в принципе нажать создать новый html блок давайте назовем его как-нибудь для поиска нажмем опубликовать дальше перейдем в режим элемент и через элемент я покажу что я хочу сделать обратите внимание на левую колонку здесь у вас помимо бесплатных ну вот этих вот аддонов которые есть в элементар здесь есть две вкладки вот эти верхние элементы woocommerce это суда от темы woodmart эти плюшки приходят дополнительно аддоны к элементару от тема woodmart мы будем в дальнейшем некоторые из них рассматривать и можем через поиск чтобы быстро найти я допустим хочу карусель нахожу какую-нибудь карусель вот карусель вот продукты сетка или карусель вот это вот штука вытягиваем на холст давайте быстренько сейчас поднастроим допустим я хочу чтоб показывались но у меня пускай все товары потому что товаров у меня мало сортировать допустим самые новые подайте чтоб показывались далее я перехожу в стиле здесь я выбираю к примеру карусель элементов всего будет крутиться у меня допустим 12 вот стрелочки такая вот будет штука а дальше карусель вот здесь вот пускай будет по 4 товара дальше цикличный слайдер автозапуск пускай будет через каждые 3000 миллисекунд и в принципе можем сохраниться здесь да на мобилке кстати тоже можете настроить на планшете допустим пускай будет три товара они 4 здесь пускай будет один товар крутится слайде то есть небольшие такие настройки сделаем и обновить все в принципе я быстренько здесь показал здесь можно конечно посидеть похимичить нажмем здесь выход то есть это у нас вот здесь будет чтобы вы знали если вы не смотрели предыдущие видео то есть здесь вот для поиска у нас есть html блок возвращаемся в удморт настройки возвращаемся в поиск и вот здесь назначаем для поиска вот этот вот html блок полноэкрана яx поиск пока оставляем сохранить и что происходит идем на сайт обновляем страницу сайта нажимаем иконку поиска и у нас происходит просто невероятный поиск видите сразу товар идут которые хочу продвигать допустим помимо того что человек сейчас что-то начнет сбивать у нее есть быстрые ссылки такие его вот такие вот товары да сразу рекламируемые человек может сразу заинтересовавшись товаром перейти в соответствующий товар и у нас получается такая вот каруселька вот с анимацией точки переключения да есть стрелки там тоже должны быть на счет их я не вижу вот мышкой я могу даже так вот перекручивать их прямо вот на странице поиска что касается мобильного устройства в конструкторе шапки приходите мобайл не забывайте здесь в поиске тоже выставить был полноэкранный режим и здесь получается все хорошо и быстрые слова они не умещаются но вот они вот так прокручиваются по сути пальцем на смартфоне здесь тоже у нас есть стрелочки мы здесь видим мы пальцем тоже можно будет так листать дополнительные товары и все смотрится очень очень интересно внимание а сейчас о самом важном вы научились создавать сайты простые и сложные дабы для этого у нас все есть крутые плагины и шаблоны сайт вас готов но вы замечаете что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере если вы еще не знаете скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием google page speed inside сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах реалии таковы что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах если вы видите что ваш сайт находится в красной зоне вы уже сами понимаете что это нехорошо но почему это нехорошо почему это плохо на что это может влиять во первых неприятно сайт долго грузится вы это можете сами ощущать во вторых это может влиять на ваших клиентов люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта а значит вы теряете клиентов это будет плохо влиять на seo оптимизацию сайта поисковики видят и знают если сайт не оптимизирован и долго грузится это также будет влиять на поисковую выдачу и вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 яндекс и гугла среди ваших конкурентов если у ваших конкурентов с этим а дела обстоят лучше для тех кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение перепробовали кучу плагинов я уж точно съел на этом собаку перепробовал просто десятки плагинов которые зачастую платные и нужно уметь их еще настроить никто из них не дает ощутимый результат да у нас скорость увеличивается скорой загрузки сайта но это не те результаты которые мы хотели бы видеть и сейчас самое приятное решение найдено теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90 процентов на мобильных устройствах сайты на wordpress вы используете в коммерс элементар какие-то тяжелые темы мы с вами проведем диагностику всех плагинов отсеем какие плагины вы не используете какие ненужные я дам нужные рекомендации возможно какие-то плагины заменить на более интересные и ваш сайт будет в зеленой зоне и вы забудете об этом ваш сайт будет просто летать никаких предупреждений красных предупреждений в области оптимизации от page speed inside это все я исправлю сразу предупреждаю услуга не из дешевых кто заинтересован стучитесь ко мне в telegram а Субтитры сделал DimaTorzok